Ну и пока ситуация, в общем-то, более-менее спокойная, потому что фактически в ноль получились 2.43, проигрывал Кунэго до сегодняшнего этапа Хешедалю. То есть фактически они сейчас в виртуале поравнялись между собой, но на этом технически очень сложном спуске опять Кунэго может приобрести некое небольшое преимущество. Вот здесь вы видите, что полосами идет дождь, посреди бывает просто всадится вода из насыщенного парами облака, а бывает, что облако немножко приподнимается и начинает сочиться, а то и довольно серьезно сыпаться дождем. То есть на одном спуске может быть по 5 разных пятен разной влажности с разными качествами сцепления. Ну и один из лучших мастеров скоростного спуска среди нынешних шоссейников, Пикулопринчипе, атаковал, как и следовало ожидать, на спуске с Фульминой и Сан-Петро. Кунэго очень комфортно себя чувствует, так же, как и на предпоследнем спуске вчерашнего этапа. Сразу же добивается преимущества, другое дело, насколько осязаемого. Ему чем сложнее, тем лучше, разумеется. Но здесь вы видите, как заволакивало и вынуждало выщелкивать это Дамиану или нет, который тут полукроссовым образом а-ля Валентино Росси с помощью дополнительной опоры прописывает поворот. Ну, опора как таковая даже и не работает, но так вот все-таки распределение веса и шанс в случае чего задействовать ногу. Хотя, если ногой как следует подцепишь, вот выстегнутый из педали на внутреннем радиусе, то тебя может так кувыркнуть, что врагу не пожелаешь. Скарпони, товарищ по команде Кунэго, естественно, за ним не двигается. Он пасет Астану. У Астаны три или четыре человека по-прежнему впереди. Ликвигас получил тайм-аут долгожданный. Хотя это уже и не выглядит как тайм-аут. Вы посмотрите, разрыв образовался и гвардия Басо. Ну, Басо, да, вот она, вот она, гвардия Басо. Я уже думал, что потерялась. Нет, не настолько. Они просто дали чуть больший просвет для того, чтобы в случае завалов весьма вероятных на таком покрытии все-таки успеть оттормозиться и не так, чтобы тебя поставило поперек и швырнуло. В этом компоненте, в умении спускаться быстро, Иван Басо тоже преуспел в последнее время. Фактически рядом с Форезом мы с вами находимся. И это дороги, которые, по идее, Иван Грозный должен знать очень хорошо. Так же, как и Эрико Гаспаротто, кстати говоря, из Астаны. Вот это умение как раз сейчас вовсю демонстрирует. Ведя за собою основную группу. Подвозя Тиралонга и Кройсигера. Ну и разрыв, разумеется, все уменьшается и уменьшается. 2.47 всего-то навсего. Ой, и упал все-таки. Упал все-таки наш лидер сегодняшний Рабутини. Слава богу, не долетел до отбойника до конца. Выскакивает Шинто. По радиотуру проскакивает, что у него Меканико, то есть поломка. Но на самом деле пока не видно никакой поломки. Но видите, тут он совсем потерял уверенность в себе и начинает снимать ногу везде. Перетормозил. Перетормозил задним тормозом. Прихватил его задний тормоз. И вы видели, что там заблокированное заднее колесо выворачивалось. Слава богу, он уже на излете, на практически потерянной скорости подъезжал к этому бордюру и не ударился на него как следует. С ним все в порядке с точки зрения здоровья. Но с точки зрения уверенности в себе на этом спуске, который будет продолжаться еще порядка пяти как минимум километров. Хотя и местами будет все-таки более пологим всем в начале. Кунэго продолжающий атаковать и продолжающий прописывать эти мокрые помороты гораздо более филигранно, чем это делает его соотечник впереди. И пошел отыгрывать вовсю. Вот эти 2.34. Это что за информация в конечном итоге? Это расстояние между Рабутиньей и Кунэго до падения, надо полагать. Ну и группа. Группа Кунэго, которая находится от Дамьяно. На небольшом расстоянии вот здесь уже в ход пойдут большие передачи. Здесь уже пойдет силовая работа, такая почти разделочная. И здесь у Кунэго не будет никакого преимущества. Поэтому, да, попутчиков своих покинуть он сумел. Добиться какого-то грандиозного преимущества над ними нет, не получилось. Здесь уже гораздо более полого. И вы видите, что здесь уже не останавливая практически ноги, не ставя их в нейтральное положение, крутят и крутят и крутят. Ну и начисление очков, соответственно, которое возносит Рабутинь классификации Горного Короля. Посмотрим, какой у него будет урожай по этапу в целом. Не исключено, что если он будет набирать очки и на последнем подъеме, что он в конечном итоге до Голоша доберется. Да, добрали, практически добрали вот на этом силовом участке Дамьяно Кунэго. Смотрите, как он четко чувствует момент соскальзывания и допускает его. Несмотря на падение и на некое замешательство, которое было в самом начале, после того, как приземлился возле бордюра Маттео Рабутинь, преимущество над основной группой все равно весьма приличное. 5.58. 2.14 проигрывает ему Кунэго, ну и несколько компаньонов у него появляется тоже за 15 километров до финишной черты. Запас неплохой. Насколько серьезно ударился Рабутинь, надеюсь, что в связи с соскальзыванием все-таки не очень сильно. Пока ни одной громкой победы на взрослой джира у него не было. Получится ли сегодня? Решимость максимальная. Но последняя гора и на предыдущей горе были моменты, когда он был немножко на подсосе. Не знаю, не знаю, как-то что. Бартио. Очень симпатичный городок, куда знать в 19 веке. Зачастую перемещалось дышать чистым горным воздухом. Центральная площадь. Очень примечательная. С небольшим палаццо, который не напоминает нам то, что мы видим в Тоскане. Но тем не менее есть на что бросить взгляд, если вдруг вы приостановились здесь. Аккуратно. Писались. Филоиндианой. Цепочкой в одного. Человек 30 здесь. Ну, явно на спуске продолжила рядеть эта группа. Может быть, даже и меньше, чем 30. У Астаны 5 человек во главе этого формирования. Контратака. Которую Шефер и Мартинелли отправили вперед именно в этот момент. Я высматриваю пока что экс-лидера. Генеральной классификации еще вчерашнего лидера. Урито Родригеса. Уаким обязан просто быть в той следующей группе. Лос-Сада продолжает очень активно работать впереди. В случае чего готов посадить на колесо Пурито. Для того, чтобы тот произвел решающую атаку в последнюю гору. Один из классических вариантов тактического построения. Но пока что для начала нужно основной группе догнать вот эту компанию. Отчаянно и чрезвычайно смелый, натерпевшийся всего в жизни, изрезанный кинжалами бандитов Андрей Амадор не боится уже ничего в этой гонке. Особенно после того, как держал самую главную победу в своей короткой профессиональной жизни. Действительно отчаянно работает на всех спусках. Смело приближается к машинам, к мотоциклам. Совершенно экстремальный у него стиль. Имеет на него право, поскольку в этом случае никого не подвергает опасности. Рискует только сам. А это уже дальше сознательный выбор. Чоп и другие оруженосцы зависают сейчас в хвосте основной группы. Группа, которая по-прежнему проигрывает более пяти минут лидеру этапа. Лидеру неопасному с точки зрения генеральной классификации. Но и в то же время балансирует на грани розовая майка. То есть они с Кунегой идут почти что секунда в секунду. Рабутиньи морщится. Потерся. Не так сильно, кстати, как можно было бы протереться, если бы он падал на сухом асфальте. Но с другой стороны, может быть, это как раз был впрыск адреналина. Тот, который позволил ему найти какие-то резервы внутри себя. Морщится, по крайней мере, он на преодолении, а не так картинно, как вчера Фрэнк Шлэк. Предваряя свой сход с Жиро-Италия в начале сегодняшнего этапа. Поставил велосипед на техничку. Уехал пока без комментариев. Женю не совсем я примечаю вот в этой группе преследователей. То есть здесь в этом формировании его вовсе нет. Но и Петров, по идее, как полицейский уже и не очень нужен там впереди. Потому что, видимо, все-таки Кройцегер чувствует себя достаточно хорошо. И поэтому главное готовить стратегическую атаку, а не пытаться здесь выхватить некий неуловимый шанс. Вчерашний победитель опять возвращается сюда. Вчерашний Атаканте, не удержавшийся до самого конца, Марсел Брузыгин, пока в той компании отсутствует. Ну, тут уже пошла сплошная подгоняловка, не шли на раздельные. И, естественно, здесь уже распределяться нечего. Все-таки преследователь ближайший на расстоянии двух с половиной минут. И это не так много. Не преследователь, а пятеро преследователей. Кунэго. Испанец. Ну, вот опять, опять некие уточнения по радиотуру, которые не совсем подтверждают то, что мы видим на экране. Чему верить я даже не знаю, честно говоря. Так, вот слушаем, слушаем сейчас то, что нам перекидывает координация. Потому что, естественно, у нас сплошного радиотура в ушах нет. Это было бы просто сумасшедшим долом. Вот этот аккомпанемент совершенно невозможно комментировать. Вот вроде 2.14. 2.14 до пятерки, в которой Кунэго, Пираци, Амадор, Чурука и Лос Ада. Второй день атака Чуруки. Второй день атака Амадора. Далеко не первая атака Пираци. Вообще, вот желающих поездить длительные отрывы на нынешнем итальянском туре, чрезвычайно много. Обратите внимание, что многие повторяют свои замечательные опыты. Поэтому, кто окажется самым агрессивным, не берусь даже сказать. Потому что, да, конечно, бельгийцы, голландцы, они хорошо смотрелись на первых двух третьих. А сейчас, вот когда пошли большие горы, все становится все более и более сомнительным для них. Потому что какие уж тут отрывы, там было бы висеть хоть в каком-нибудь из отвалов. Да, еще один, кстати говоря, из спринтеров сошел. Чемпион среди молодежи тоже прекратил борьбу. Чемпион мира среди молодежи. Главная спринтерская надежда. Французской. Францесс-де-Жу. Насколько я помню, что все-таки это произошло без, насколько я знаю, точнее, что произошло это без членовредительства, что просто Демар, так же, как и остальные спринтеры, завис за... близко к обрезу лимита времени и принял решение не мучиться даром. Ну вот, вот, примерно километр сейчас остается до основной части подъема, хотя это уже не спуск, в принципе, это такой равнинный и даже слегка с тягучим подъемом участок, на котором продолжает раздавать Астана, как в те времена, когда раскатывали Винокурова или Кантадора. Сейчас ни одного, ни другого нет. Одного просто в этой гонке нет. Он будет на Тур-де-Франц. Он давал нам интервью в прошлую субботу, вы наверняка слушали. А вот и Женя возвращается. Да, его вернули в группу для того, чтобы он включился в этот натяг. И в этом случае, получая экс-чемпиона мира в раздельном старте среди молодежи Евгения Петрова, Астана имеет уже шесть человек в этой группе. И это подавляющее, я бы сказал, численное преимущество. Посчитать, правда, надо всех остальных. Так, ну тут Петров потянет ли или нет. Очень быстро подъезжает эта группа. И боюсь, что Женя уже здесь не сумеет толком включиться. Да, вот они просвистели. Слишком быстро они едут в этот тягун. Ну, посмотрим. На выполаживании после очередного участка подъема добавил снова лидер Роботини. Ну, а вот и главный испанский дуэт российской команды. Оба они здесь, но желательно, чтобы немножко повыше. Вчера интервьюировали Дани Морена. Он за Родригеса отвечал. Родригесу нужно было как можно скорее начать восстанавливаться. Морена, в принципе, готов. Вы видите, и оруженосцем быть не только в этом плане, не только непосредственно в гонке, но даже и за ее пределами, что тоже важно. Какой-то прессинг частично снять, какие-то неприятные вопросы суметь обойти. И вот Дани сказал, что, в общем, объективная ситуация была вчера. И что... Ну, в общем, Родригес был готов к тому, чтобы на какое-то время расстаться с этой майкой. Но, естественно, следующий этап ему гораздо более подходит по конфигурации. Пока он ни разу не проверял соперников, но вчерашняя проверка, как вы помните, тоже достаточно дорого ему обошлась. Подвезли по Цовиево. Но второй день подряд житель Южной Италии демонстрирует свою какую-то не очень хорошую термостойкость. Сейчас Уличино, мальчик-спальчик, как его называют еще с юниорских, сандровских, по крайней мере, времен вернулся. Благодаря усилиям своих ребят, точнее, одного оставшегося доместика, вернулся в основную группу. Но согласитесь, что как-то вот все-таки учитывая тот этап, который он выиграл, конфигурация сегодняшнего подъема, в принципе, почти полностью напоминает то, что мы видели тогда. Да, эту трепку всем устроила Астана сегодня. Сразу сняв целый ряд вопросов по поводу самочувствия лидеров. Опять же, каждый этап все-таки очень-очень своеобразен. И они все эти горные этапы разноплановые. Это не просто убийственно тяжелые горы. Это горы иногда более короткие, крутые, иногда длинные и чуть более пологие, а иногда совсем длинные, совсем крутые, как будет предпоследний день. И даже через неделю все может в одночасье измениться. Вы представляете, какое внутреннее напряжение у такой гонки. Что же вы не едете, что же вы не даете мне смену, говорит Дамьяно Кунего. Призывает включиться все-таки. Он, конечно, главная заноза в этом отрыве, иначе за ним бы так особо и не гнались бы. Не гнались бы, но дело в том, что Дамьяно слишком близко в генеральной классификации, чтобы такой отрыв просто отпускали. Мишуэльские флаги здесь уже появились. И начался основной подъем. Вот с этого момента более крутой участок по 12%. И есть куски по 8, по 10, продолжающиеся по километру и более. До самого финиша особого положения ожидать не приходится. Гадре вот с абсолютно термостойки. Человек, привыкший носиться зимой по грязи или по льду, велокрассмен Божьей милостью, один из лучших в мире. Естественно, не привередлив в плане условий. Не коллективист, это плохо, конечно, для него в групповых гонках, но и в одиночку способен сотворить многое. Ну что ж, Чурука немножко отработал, а Лосада опять садится мертвым грузом за Дамьяно Кунэго и не помогает. Фактически, ну вот смотрите, дергает, приглашает. Альберто, Альберто. Смотрим, вышел. Но выходит, вы видите, поднимается и седла, и я бы не сказал, что это такая аккуратная смена, приятная для существования монолитности этой группы. Виртуальной розовой майкой Кунэго перестал быть, как вы видите. И разрыв уже между ним и райдером Хешдалем вставляет менее двух минут. Нужно 2.40 с хвостиком. Бонификации на сегодняшнем финише, как вы помните, нет. Зачем едет сегодня Амадор, за исключением второй подряд победы на этапе? Пока я никаких резонов осязаемых не вижу в его действиях, если честно. Выиграть два этапа подряд, до этого не выиграв на таком уровне ничего, это, конечно, тоже был бы прорыв. Ого-го, какой! Ну, вот вы видите, основная часть подъема, самая крутая, почти 8-процентная по среднему градиенту. Здесь нужно очень четко подбирать передачи, не залегчать их, но в то же время и не заламываться. По крайней мере, такому все-таки изначально Горняку, как Рабутини, нужно крутить именно то, что он крутит. Вы видите, какой ритм, вы видите, как он хорошо справляется с тем, чтобы запитать это все кислородом. Такую работу, частую, практически в стиле Контадора или Арстронга, даже скорее, потому что Контадор чаще, чем он поднимается из седла, Арстронг вот так вот и сидя на относительно маленькой передаче прорабатывал. Огромные толпы, которые поддерживают итальянцы из команды 2-го дивизиона. Соотечественник, да еще и не самые крупные команды, такой победителем только и нужен. Максимальный градиент в самом начале, да, до первой трети, там более 10% практически безостановочно. Потом чуть-чуть более полого. Ну и вы видите, все ближе и ближе. Группа Кун и ГОК основной, Марко Пенотти, Осколок, точнее группы, вот этой, в которой ехали Пенотти, Брузыгин. Они уже сейчас присоединились к той группе, которая их преследовала, если еще присоединились, потому что есть такое ощущение, что их проедут так же, как и Петрова, не оглядываясь, потому что пошли уже раздавать действительно по полной. И опять Пираци, опять Рабутини против Пираци. Опять эти представители итальянского второго эшелона, пытающиеся все-таки осуществить ту мечту, которая почти осуществилась. Вот кто-то у нас Дедезенста потерял. Тут его все так любят, болельщики. Какие-то новые себе розовые одеяния сшил. Из-за этого совсем перестал быть похожим на дьявола. И уже седой совсем как Лун. Но, по-моему, физическая форма в этом году получше, потому что в прошлом году как-то явно лишний вес у него был. Вы слышали, что говорил наш эксперт. Каждый килограмм это 6 секунд на крутом подъеме. Каждый килограмм, который на тебе в первую очередь, конечно. На велосипеде фанаты вылавливают каждые 10 граммов веса. Ну, а это, разумеется, фан-клуб не потянувшего сегодня, к сожалению, Брузегина. Роботини против Пирации. Знакомый сюжет. Двумя годами, двумя горами до этого он уже присутствовал, но потом все-таки Пирации вернули его группу. Роботини остался одиноким лидером, но от преимущества Роботини мы видим, остается только 3,5 минуты. Астана продолжает заниматься тем, чем предыдущие пару дней занимался в основном Ликвигас. 6 километров до Макушки, пологих участков практически нет. Вот здесь, если можно было на Амарафонской горе вчерашней, подышать, здесь дышать практически негде. Но мы видим, что у Роботини проклюнулось все-таки второе дыхание и, по крайней мере, зацепить этот этап для него реально. Пирации между небом и землей. Пирации вряд ли выберет его все-таки. Это так, просто попытка продемонстрировать себя, помочь команде, соответственно, засветиться, но и не более того. Такой стены, которая могла бы разбить ход Роботини, он немножко не дотяжеляет передачу, может быть, оцените, допустим, какое передачное соотношение сейчас выкручивает Шмидт. Очередной раз именно он становится последним колесом для Ивана Бассо. Ликвигас остатками своих сил включился в это преследование, присоединился к действиям Астаны. Игорь зря приживает, присылая твит, что может ли наш человек в отрыве, говорит, он притормозить Кунэго, его не надо тормозить, сейчас все под контролем, и Кунэго уже забыт временно всеми главными претендентами на генеральную классификацию. Сейчас главное для Родригеса происходит в этой группе. Кеши Даль у хвоста этой группы оказался на какое-то время. Он не очень напоминаем, любит крутые участки подъемов, а здесь кручачок с самого начала и выскочили на него по инерции набранной Астаной очень даже быстро. Канадец пытается сейчас отдышаться, спокойнее, спокойнее, говорит, рядом Ван де Вельде. В основном даже в этой гонке не только возящий паровоз, но делится опытом. Он такой стабилизирующий фактор. Пирации почти наверняка не догонит Работини. Ну, как вам нравится скорость ДД сегодня. Есть ли у него пульсометр? Надо такие рывки все-таки регулировать, чтобы совсем себя в красную зону не загонять. И давненько его опять же так не показывали все-таки с укрупнениями. Подружились наконец операторы снова с ним. С этим во многом символом крупнейших велосипедных гонок, который присутствует на экранах уже более двух десятилетий. Совершенно двужильный человек поляк. Многие опять же подсказывают, как бы ему перейти бы куда-нибудь, перестать работать на басы, начать работать на самого себя, и тогда бы Шмид стал бы супер многодневщиком и супер горняком. Казал бы, все свои возможности, но может быть такая же ситуация, как и с Марком Реншоу, как с последним развозящим спринтера. То есть, пока рядом был его ческа, до тех пор все у них дуэтом получалось. И как разделились, так у Реншоу, по крайней мере, почти ничего и нет. Только одна победа в нынешнем году. И опять за любые деньги просит Скайпа пытаться все-таки выкупить его в свою команду Марк Кевендиш. В этом случае, если это произойдет, то вы представляете, какие гроздья побед на каждой супер-многодневке будут у Марка. Марка, который по-прежнему чуть ли не последним из чистых спринтеров остается в этой гонке и вчера сумел 10 или даже 13 минут не дотянуть до лимита времени. То есть в опасной близости к лимиту времени он не оказывался. Кира сегодня утеблился, обратите внимание, как чуть ли не единственный в Астане, который едет в наколенниках. Едет, кстати, на колесе у Кройцегера, а не наоборот. Как угодно это трактуйте и что он подстраховывает тылы и что его возят как потенциально возможного лидера. Потому что третья неделя холод и супер-крутые подъемы это все сверхопытному итальянцу вполне подходит на самом деле. Лосада висит мертвым грузом за Кунего. На случай чего, вы понимаете, опять же, Альберто, он, конечно, не совсем такой, как Дани по характеристикам, не совсем такой, как Хаким Родригес. Но, в принципе, в таких горах он тоже дееспособен вполне, так что можно замахнуться для Катюши на второй выигранный этап на нынешней многодневке. Почему бы и нет? поскольку Родригес под хорошей защитой ну и пока не видно каких-то тревожных симптомов он едет себе и едет на колесе. Другое дело, что хотелось бы, конечно, большего. Впрочем, может быть, все-таки Родригесу нужно дать и день отдыха, а до этого дня отдыха в решающую атаку желательно не идти. Он все-таки немножко залез и в долги своему организму. Напоминаем, все же, у Пурито очень хорошая форма и выигранные этапы Тура Басков уже в начале прошлого месяца. На высоком уровне формы находится почти полтора месяца и поэтому одному только ему и медикам известно, как там у него ситуация с ресурсами. Шемыслов немец подстраховывает тылы Скарпони, так что там тоже, в общем, представительство Улямпре пока существует. Два человека у Астаны, два человека у Ликвигас, два человека у Катюши, два человека у Лампре, сейчас два человека становятся у Мовистара. А Мадор все-таки возвращается в эту группу. Ну, здесь уже пошло чистейшее выживание и вот этот вот ритм, вы видите, уже фактически в полусознательном состоянии себе диктует. Мадор Аботини атакует Лосада. Поехал Лосада из-под Кунэго. Кунэго может, конечно, очень сильно обижаться на испанца за то, что тот в основном сидел и редко выходил на смену, но это тактика. Альберто, гонщик, напоминающий немножко Ильчава Хименесу по физическим данным, метр восемьдесят его рост, шестьдесят девять килограммов вес. Земляк, капитана команды, тоже барселонец, естественно, взаимопонимание с полуслова, убегает от группы преследователей и пытается добрать Рабутини на участке, который в очередной раз набирает крутизну. А здесь бессменно фактически Шмейт. Ну а вот за четыре километра до макушки последнего подъема сегодняшнего этапа в одно движение Альберто Лосадо накатывает уже измордовавшего себя самого Пираций, но Пираций еще готов по крайней мере какое-то время посидеть у него на колесе. Чурука опять, опять все-таки не хватает мощности испанцу. Средняя мощность у него есть, а такая чтобы предпринять какие-то решающие действия в больших горах все время она в дефиците. Ну и Кунэго. Кунэго в очередной раз все-таки распределил свои усилия не так, как нужно было бы, если бы он планировал продвижение в генерале и выигрыш на этом этапе. Много здоровья почему-то потраченного на этой гонке в основном впустую. Сейчас ему становится очень тяжко. За испанцем он не зацепился. Все окончательно. они уже скрылись для него за поворотом. И переходит он, вы видите, на работу выживания. Если Баск еще сумел как-то переключиться, найти второе дыхание и подгрести на колесо, у Кунэго это не получается. Он работает уже сидя и работает, затяжеляя передачу. Нога не выкручивает. 3-0-6 до основной группы от Работини. Пиратцы посидев на колесе у Лосады на ходе второе дыхание контратакует. Лосада более равномерный гонщик вот из всех наших испанцев. Он наиболее привык все-таки работать ритмично. Если бы там находился Висиоса, допустим, даже, хотя сегодня явно не его день. Если бы находился Дани Морено и тем более если бы был Пурито Родригес, там уже, конечно, итальянцу поплясать бы не дали. Ну и позиция Лосады в этой ситуации пока непонятна. Вот он на этом крутике все-таки сумел добавить. После этого он почувствовал себя не очень хорошо. Куда ему деваться сейчас и, соответственно, как действовать Катюше в этот момент? Сейчас можем понять, насколько Валерио Пиво и его помощники отчаянно пытаются принять единственное правильное решение. До финиша остается не так много. В конце концов, генеральщики все рядом. С точки зрения общего зачета никакой реформы не происходит. Кунэго если сейчас даже отдышится, но отыграет он там 40 секунд из более чем двух минут, которые проигрывал, реальной угрозы от него по-прежнему не будет. Значит, что? Все-таки все останутся при своих. Лос-Аде, которому в феврале месяце исполнилось 30, пока ни одной зарегистрированной победы не имеется. Хотя много раз он где-то рядом и вот в этом году, допустим, на туре Каталонии он был в двадцатке и в десятке был на паре этапов. На Аджиро до Италии едет уже в четвертый раз до Катюши до прошлого года выступал за Каз-де-Парн. Хорошая горная школа и очень много эффективно он там катался. В финальной классификации в конечном итоге на Аджиро занимал все время места где-то в пятом-шестом десятке. Но команде всякий раз оказывался полезным. стопроцентный командный боец. Наиболее из гран-туров наиболее высокие позиции на вуэльте еще в начале карьеры в 2008 году он стал двадцать четвертым. Но как командник очень хороший, очень полезный, очень толковое приобретение для Катюши было. Минута двадцать шесть. Вот они заработали там втроем и очень измотанного работения начали добирать и добирать, но не настолько там круто. Если только он станет совсем поперек, тогда полторы эти минуты растают без следа. Кунэго идет уже на деревянных ногах. И он сейчас видите, от основной группы находится менее чем в минуте. А эту основную группу продолжает в одну пару ног вести все тот же поляк. Все тот же двужильный, с совершенно нереальным энергетическим балансом Сильвестер Шмидт. Басо в своем стиле тоже чуть-чуть потяжелее передачка, сидя, уперевшись в верхнюю планку руля и не особенно загнана так дыша. Чувствуется, что на таком градиенте сбежать далеко не получится, поэтому пытается десяток другой секунд заработать где-нибудь так на последних полутора километрах, пользуясь еще и тем, что здесь особенно хоть и пьян, но это в целом там пьянура. Да и то альтопьяно на самом деле, а не пьянура. Такое плоскогорье над озером, чрезвычайно живописное в хорошую погоду, которую нам, к сожалению, опять не подарила небесная канцелярия второй день подряд. Если бы только это, тут еще и землетрясение. Но на самом деле совсем выполаживания там нет, такого заметного, как на вчерашнем этапе, поэтому можно атаковать уже и поближе в финишной черте, чем, судя по всему, и займутся те, у кого останется что-то в ногах. 6,5% на последнем километре средний градиент попытаться воспользоваться запасом усталости у соперников и попытаться отыграть чуть-чуть. 15 торнанты здесь на этом подъеме, на менее чем 10 километров тоже все-таки понятно, что перевал достаточно серьезный, с обновленным покрытием, что чрезвычайно приятно. Джиро сделали здесь хороший подарок. На чуть более пологом участке, где было 5,5% сумел слегка отдышаться лидер сегодняшнего этапа и более-менее восстановить свое преимущество. Но нам потеряли вот эту вторую группу, которая идет перед Кунэго сейчас. У Кунэго тоже проклевывается что-то похожее на второе дыхание. Только оторвать себя от седла он уже не может, жалко. Но поехал поэффективнее здесь, когда стало чуть-чуть поположе. Лихо он, конечно, заставил себя работать в последние несколько дней. Кунэго ведя все-таки олдскульно во многом. То есть, вы видели, что он атакует, когда запахло жареным, а не когда, как говорится, все приборы показывают, что пора, и тренер говорит. А вот так вот на инстинкте у некоторых получается в последнее время все реже и реже. Опять же, если он, имея вот такой ресурс, как на сегодняшнем этапе, тратил бы его чуть-чуть иначе, мог бы претендовать и на сегодняшнюю победу. Кажется, только сейчас добрали Бонфона, француза, который был в одной из первых атак, менее трех десятков километров проехав, уже поехал. Лосада сбрасывает, сбрасывает итальянца. И всего минута одиннадцать до уже изрядно уставшего и потерявшего мощность Работини. Ну что, может прибавить, а? Тает преимущество итальянца. Ноги совсем уже закрепощены. Совсем да не совсем. Все-таки на сильно легкую передачу он докручивает, но здесь пошла другая баталия, вы видите. Включился Басо, раздал Шмид и включился Басо и после этого расстояние между лидером основной группы стало таять, не таять, а просто исчезать. Басо проверил. Трудно сказать, трудно назвать это проверкой, потому что все остались висеть благополучно у него на колесе. Рывка в гору не получилось. Он обнаруживает, что Шмид все-таки отдал все и что теперь страховать тылы некому, а меж тем у нескольких команд есть по два сильных участника. ему прилип бывший товарищ по команде, бывший оруженосец Кройцегер, который с закрытыми глазами может предсказать все, что угодно в исполнении Басо. И это, конечно, большой минус. И Кройцегер не только сумел удержаться, а кажется, готов проверить своего бывшего капитана. Оглянулся, посмотрел, где там тира. Тиролонга тоже не сбрасывает особо так, но и не поднимается из седла. Вразрез проскакивает Ригуэрто Уран. Ездит в одиночку Ригуэрто Уран, но тем не менее все неплохо получается. Только он ли это? Он должен быть в белой майке лучшего молодого. Атака Скарпони. Атака Скарпони за два километра до финишной черты. Градиента маловато для Микеле, но это горняк атакующего характера. Попытался его удержать Хоаким Родригес, но начало атаке и все-таки не сумел парировать. Скарпони после Торнанты прибавляет. Басо остается в седле. Контр атакует Родригес, а вот и Кунагу, который, естественно, Скарпони здесь уже не полезен. Смотрим, зацепится за эту группу или нет. Скарпони продолжает атаковать. Вот это уже другое дело. Настоящая горная борьба. Лосада продолжает подтягиваться к уже очень усталому итальянцу. болельщики хотели бы его подтолкнуть, но не имеют права, потому что прекрасно понимают, что тогда он будет дисквалифицирован, то есть получит время отставания. Скарпони нашел Родригес. Нашел все-таки его колесо. Сел, а вести Родригеса Скарпони уже не хочет. Пока счет 1-1 в этих атаках. просели. Вот это вот настоящие горные гонки. Изматывающая череда подъемов и самый тяжелый последний подъем. Все это просуммировалось и только в этот момент поехали по-настоящему. Мне не холодно надпись на спине одного из вот этих полу-нудистов. Тяжко, тяжко Лос-Ади. А что там со временем между ним и лидером сегодняшнего этапа? Пошел Пуррито! Вот это атака! Вот так вот он и выиграл флеш-волонь у нас. И этап всего несколько дней назад. Пуррито атакует генеральщиков. Скарпони эх, если бы еще чуть-чуть бы покруче Пуррито бы сейчас сунул бы сразу метров 200 и там уже пошел бы набирать. Атак Скарпони пытается противостоять. Пуррито набирает темп. Просвет все больше. А где розовая майка спросите вы. Мы настолько увлеклись поединком этих супер горняков, что про хеши дали даже забыли. Но какие-то там 9 секунд там уже наверное что и полминуты есть сейчас у Родригеса и он этой атакой как минимум может заработать розовую майку на сегодняшнем этапе снова для нашей команды. Молодцом Лосада. Родригес проезжает пиратцы и Чуруку проезжает даже не оглядываясь. Бедняга Чурука только успел проводить его взглядом. Не совсем понятно где Рабутини скорее всего все-таки итальянец выигрывает этот этап. Но для нас стратегически очень-очень полезный получается этапчик. Родригес уже в седле но главное теперь только терпеть и терпеть. Канадца сбрасывает все дальше. Скарпони Баса на колесе. Баса что-то заколесничался. То за своими сидит то за соперниками но только сидит не атакует и вот сейчас попытается еще подвести Лосада дожидавшийся все-таки Родригеса. Главное это не этап в данном случае а продвижение в общем зачете для Катюши. Бок с ним пусть итальянец забирает. Здесь максимальный перевес только добиться для генеральчика. Чуть-чуть дал смену и дальше уже естественно никакая он не помощь Родригесу. Эх чуть-чуть совсем не хватает для того чтобы насичили все-таки может быть какой-то вариант. Между ними метров 50 до финиша 600 уже никакой совсем итальянец наработавшийся в одиночку более 70 километров. Совсем без ног вы видите что на пустой передаче крутит. И мощнейшую передачу раскручивает Родригес. Уже совсем почти достал. Вы посмотрите что делает. Съедает молодцом. 400 метров еще крутить. Ох! Дуплет получается. И майка обратно. Да еще и этап. Реально. Но насчет этапа пока не будем торопиться какие там контратаки. Впрочем никто нам ничего не показывает. Это значит что группа все-таки отсыпалась. Работини переключает передачу чуть-чуть полегче. Садиться за Родригесом но финишировать нечем я думаю все-таки. Вряд ли все-таки итальянец дожидался Родригеса для того чтобы пытаться спринтерские игры с ним играть. Там уже ничего нет. Родригес еще добавляет но тоже нога довольно деревянная тоже прохладно все-таки. Он теплолюбивый Барселонец что тут поделаешь. Какой красивый финал. Работини тоже конечно надо похлопать. Волевой парень выходит продолжается спринт за этот этап. Попытайся Пуррито. Нет все-таки Работини оказался хитрее самого Пуррито. вылез все-таки с колеса и сумел завоевать этот этап. Ну а мы празднуем вернувшуюся нашей команде розовую майку лидера Джирида Италия. Лосада бросает Скарпони. Скарпони не особенно эффективен пока. Лосада один из главных у нас сегодня действующих лиц. Одно из главных действующих лиц. Так приезжают многие сильнейшие вы видите что проскочил Кройсигер здесь. И вот только Хешдаль 40 секунд он ловит относительно Родригеса соответственно 32 секунды где-то примерно в запасе теперь у нового старого лидера генеральной классификации. Рокировки каждый раз между канадцем и испанцем из российской команды каталонцем точнее как он всякий раз все-таки подчеркивает. Ну а вы видите что сегодня не очень-то поехало стире и Павло Тиролонго ловит еще 20 секунд на своего капитана. Наконец-то я сумел наконец-то я добился радуется Маттео Рабучини Тем временем оруженосцы Катюши прибывают один за другим немножко расстроены и тем что не удалось все-таки выиграть потому что близко было и это. Ну вот он говорит что друг его Валентину Шотти ехал рядом с Шинто в машине и поддерживал его и это могло им преодолеть все вместе. Ну и вот только сейчас Уран Через две недели у него у его герлфренд родится сын у них в семье пополнение и вот он и только сейчас прибывает под Савиво обратите внимание на горе которая под него то очень даже была да он не любит холод мы это тоже знаем но он не любит так же в кавычках не любит ездить ровно три недели подряд о чем говорилось не раз и не два максимум под Савиво на Джердейталия это десятка сильнейших боюсь что этот максимум может быть и не будет и в этот раз преодолен впрочем не надо торопиться две трети Джердейталия позади но самая тяжкая треть еще не началась еще на один бешеный рывок Пуррито Родригеса не хватило кто-то скажет что не захотел портить итальянцу праздник которого тот вполне заслуживал ну уж до такой степени джентльненство проявить не знаю нет скорее всего просто действительно серия таких тяжелых атак это был тот максимум который сумел продемонстрировать Родригес вы учтите как он переложился он же полторы минуты отыграл за пару километров всего-то навсего поразительная контратака уникальная ну и вот начнут теперь мучить Поличино что скажет узнаем безусловно передадим вам обязательно на следующей нашей прямой трансляции благо трансляции на следующей неделе у нас ого-го какие пространные в районе четырех часов все главные горные этапы так что надо набирать отгулов по крайней мере дорогие друзья порядок прихода гонщиков на финиш обратите внимание что у Катюши даже по-моему трое получается в десятке сильнейших сегодняшнего этапа Родригес Лосада соседи по приходу на финиш ну а у Скай вы видите Нао теперь становится главной надеждой но они так и были собственно говоря два латиноамериканских гонщика которые обходятся практически без команды я чуть-чуть не поместился все-таки несколько групп просто не приняли на финише и поэтому Дани мне казалось что он где-то в районе десятки сильнейших но он подальше у Пурито 30 секунд теперь преимущество над Хешдалем но минута 22 над Басо это вот гораздо интереснее соответственно там дальше уже очень плотно все как вы видите и Тиролонга и Кройцегер продолжают сражаться но это такое уже преимущество о котором можно говорить всерьез ну вот наши романтики велосипедного спорта Кирилл Дмитрий и многие другие согласны со мной все-таки что может быть Родригес не стал портить итальянцу финиш главные задачи считая майку розовую майку лидера которая снова у нашей команды с чем я вас друзья и поздравляю хороший финал этого тяжелейшего и драматичнейшего уикенда завтра день отдыха для всех очень важный а потом супер живописный это погода уж была в самом деле 16 часов 30 минут мы начнем свою прямую трансляцию во вторник естественно будет шквал просто разнообразнейших новостей но самая главная это главная новость которую мы очень ждем во вторник что ребята чувствуют себя гораздо лучше и готовы к баталиям последней недели спасибо вам друзья за активное участие в этих марафонах и встретимся совсем скоро для вас работали режиссер Анна Дерлеменко и комментатор Сергей Курдюков отдыхайте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...